10.00 на часах нашей студии. Самое время выхода в эфир информационно-аналитической программы. 7 дней в регионе на телеканале ПС. С вами Алексей Шемякин. Доброе утро. И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Лед тронулся. На реках области начались ледокольно-взрывные работы. Как готовимся к паводку? Если будут большие осадки, то, возможно, уровни будут выше нормативных, ну, на 50-100 сантиметров. Чего ждать, расскажем совсем скоро. Быть или не быть в Котласе мусора сортировочному заводу. Вопрос вынесли на всеобщее обсуждение. А вы скажите людям прямо, что это у них не к забору было свалено, потом мусор, а вот уже прямо к крыльцу навален. Котлас разделился. Все понимают, что надо строить, но где определить для этого место? Сегодня объективно нет никакой необходимости строить мусор и перебатывающий завод именно в центре города. Что же решили и к чему пришли, расскажет Артемий Заварзин. Регион изменится до неузнаваемости. Таков главный посыл программы ЖКХ и городская среда. Она уже стартовала в области. Все хочется. И фонтан, и какие-нибудь скульптуры, и детские площадки. Всего хочется хорошего. Так сколько же выделил федеральный бюджет Архангельскому краю и куда пойдут средства, расскажет Вадим Федосеев. Дни проведения арктического форума останутся в памяти у наших подопечных, тройняшек Григорьевых. Варе, Свете и Оле исполнилось 9 лет. Что подарили девчонкам? На самом деле это был целый квест по городу. От магазина к магазину пришлось искать. Узнала очень много нового. Оказывается, что это не просто кукла, это еще в прошлом волшебные пони. Несмотря на скромное финансовое положение, Григорьевы удивляют нас постоянно. И сегодня вербное воскресенье. С утра сотни верующих в храмах областной столицы. Ходили в церковь с мамой. Вот так, не знаю. Традиция. К завершению программы ожидаем прямого включения от Успенского храма Архангельска. 639 717 – это телефон нашего эфира. Звоните, пообщаемся. На этой неделе я бы остановился на нескольких темах. Во-первых, северяне не остались равнодушными к трагедии в Санкт-Петербурге, где в результате теракта погибли 14 и ранено около 50 человек. Вчера на площади перед драмтеатром мы сказали свое «нет» терроризму. Во-вторых, в области стали уверенно говорить о приближающемся ледоходе. В регионе начались ледокольно-взрывные работы, а значит, настоящая весна не за горами. Одна из тем пятницы – жуткое ДТП с участием 10 детей, к счастью, без жертв в районе поселка Силикатный в Архангельске. Вы знаете, здесь особо хотелось бы обратиться к родителям. Куда вы смотрите, когда в столь позднее время ваши чадо занимаются не весь чем? Ну и, на мой взгляд, проблема, которая уже вызвала резонанс, это строительство мусоросортировочного завода в Котласе. И еще тема, на которой хочется остановиться – в области завершилась регистрация кандидатов в депутаты областного собрания Архангельскую Гордуму. До выборы пройдут 21 мая. На три вакантных места регионального парламента претендует 13 человек. Занять кресло депутата Гордумы столицы по море пожелали 8 человек. На многих из этих тем мы остановимся подробнее в сегодняшней программе, обсудим их с нашими гостями, а пока предлагаю посмотреть, чем еще жил регион на этой неделе. Архангельская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на реализацию программы переселения из аварийного фонда. Точный объем финансирования пока неизвестен. Однако министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень отметил, что между 12 регионами, в числе которых и по морю, будет поделено более 4,5 миллиардов рублей. Напомним, программа расселения аварийного жилья, призванного таковым до 1 января 2012 года, завершится 1 сентября 2017 года, но на госсовете президент России Владимир Путин заявил о возможном продолжении программы. С 17 апреля в Онеге подорожает проезд в общественном транспорте. Теперь одна поездка обойдется Онежанам в 22 рубля. Столь непопулярная мера связана с повышением цен на бензин и запчасти, а также увеличением зарплаты в коллективе перевозчика. Изначально предприятие Онега Автотранс обратилось в региональное агентство по тарифам и ценам с предложением поднять тариф с 20 до 23 рублей за одну поездку, но принято промежуточное решение. В итоге билет будет стоить 22 рубля. Теплоснабжение Сальвычегодской до Котловский район в течение двух месяцев шло с грубыми нарушениями. К таким выводам пришла межрайонная прокуратура, возбуждено уже второе уголовное дело. Установлено, что в конце прошлого года компания «Теплоэнергосервис», в распоряжении которой находились котельные Сальвычегодска, недостаточно отапливала город. В результате температурный режим не выдерживался в квартирах более чем 2000 жителей. В северодвинской санчасти появился современный компьютерный томограф. Сейчас его настраивают, но это не займет много времени, обещают специалисты. КТ – это тот же рентген, только более усложненный и интенсивный. Пациента кладут на стол, который движется в кольцо томографа. Вокруг человека находятся датчики, и большое количество тоньшайших лучей пронизывают его со всех сторон. Компьютерная томография дает более детальное изображение тела, поэтому этот метод используют для обследования органов грудной клетки, брюшной полости, скелета при диагностике различных заболеваний. Благодаря территориальной программе госгарантии проходить диагностику на томографе в Северодвинске смогут все жители региона и совершенно бесплатно. В Архангельске начался ямочный ремонт. В первую очередь его ведут на тех участках дороги, где асфальтовое покрытие требует срочной реставрации после зимы. В столице Поморья уже отремонтировано более 500 квадратных метров дорог. Всего же в областном центре подлатает около 30 тысяч квадратных метров. В течение лета пристальное внимание дорожники уделят проспекту Дзержинского и улице Павла Усова. Для проведения работы из городского бюджета выделяются около 36 миллионов рублей, однако, по словам дорожников, их смета 350 миллионов. Ямочный ремонт начался и в Новодвинске, пока рабочие заделывают самые большие ямы с помощью кирпичей и брусчатки. Такой ремонт запланирован на более чем тысячи квадратных метров. В первую очередь он будет проведен на дорогах с максимальной интенсивностью движения, где проходят автобусные маршруты. Полномасштабным ремонтом дорог в Новодвинске приступят в мае. Архангельск и Калининград будут связаны регулярным авиасообщением. Компания «Нордавия» начинает рейсы по маршруту Архангельск-Калининград-Архангельск. Первый рейс намечен на 1 июня этого года. Полеты будут выполняться на Боингах вместимостью 132 пассажира. Продажи уже открыты. Средняя стоимость билета в одну сторону – 7,5 тысяч рублей. На рейнмарских теплицах приступили к сбору огурцов. Здесь выращивают один и тот же сорт – раис, поскольку ему не надо много света. В планах заполярных агрономов собрать 66 тонн зеленого овоща. Сбор урожая продлится до середины сентября. Свежие огурцы совсем скоро появятся в больницах, школах, детских садах и на столах жителей Нарьенмара. Ну и теперь в Котлас. Там главная тема уходящей недели – где строить мусоросортировочный завод. Этого требует закон. На каждой территории в ближайшем будущем должен появиться свой мусороперерабатывающий комплекс. С 2017-го, который у нас проходит под знаком года экологии, в отрасли обращения с твердыми бытовыми отходами начались реформы. Их суть – сортировка мусора. Например, то, что имеет долгий срок разложения – это стекло, пластик, металлические предметы – должно храниться, перерабатываться, либо утилизироваться отдельно. Обсуждение, где и как будет строиться мусоросортировочный завод, повсеместно вызывает большой общественный резонанс. Так было в Северодвинске, когда людям сообщили, что стройка развернется в Рикосихе. Сейчас ситуация повторяется в Котласе. Котлашане не против появления такого предприятия. Их больше возмущает место, где администрация предлагает возвести новое производство – это южная часть города. Именно тот микрорайон, в котором Котлас, отмечающий в этом году 100 лет, активно развивается. В проекте написано, в связи с увеличением мощности будут сдвинуты санитарно-защитная зона. А вы скажите людям прямо, что это у них не к забору будет свален потом мусор, а вот уже прямо к крыльцу навалит. Пожалуй, эти общественные слушания – самые жаркие за всю столетнюю историю Котласа. Люди активно выступают против строительства в новом микрорайоне мусоросортировочного завода. Только за один день под резолюцией подписались свыше 500 котлашан. Тревогу бьют не только те, кто проживает в этой части города. Новость о том, что по соседству с частной живой застройкой будут складировать и перерабатывать мусорные кучи, размущает многих. Зачем два мусорных объекта на территории города? У нас есть полигон, твердый в этих отходах. Он соответствует всем санитарным и природоохранным нормам. У чиновников свое видение. Во-первых, полигон сегодня в частных руках. И эту компанию в администрации, похоже, не видят инвесторам нового проекта. Второй, более важный аргумент – к действующей городской свалке, которая находится в лесополосе за Котласом, придется тянуть коммуникации, чтобы построить и обеспечить работу мусороперерабатывающего завода. Вот это место, где располагается мусоросортировочный завод, в генеральном плане 2009 года на этом месте предполагается расположение теплоэнергоцентрали. То есть в любом случае, либо мусоросортировочный завод, это не значит, что мусоросортировочный завод прямо завтра пойдет строиться. Это предложение на перспективу. Либо, если его не будет принято, здесь будет располагаться теплоэнергоцентраль. Поэтому выбрано место в черте города. Но эта территория, неподалеку от электромеханического завода, с прежних времен является производственной зоной. Чтобы построить здесь мусороперерабатывающий комплекс, необходимо изменить назначение земельного участка, перевести его в статус зоны специального значения. Сделать это можно, только получив одобрение жителей города на общественных слушаниях. На основании генеральной схемы очистки территории даны рекомендации муниципального образования Котласа на территории города разместить мусоросортировочные, либо мусороперерабатывающие заводы. Речь идет о технологиях, которые, это некий ангар, в который завозят мусор, увозят мусор. Никакого открытого хранения. Однако все аргументы специалистов администрации в пользу нового объекта оказались бессильны против позиции населения. Ее поддержал и депутат Государственной Думы от Архангельской области Андрей Палкин. Сегодня такое впечатление, что нет взаимопонимания между населением и администрацией Котласа совершенно. Сегодня объективно нет никакой необходимости строить мусороперерабатывающий завод именно в центре города. Конечно же, объективно надо строить там, где у нас полигон, рядом, территория есть, свободная территория. В ответ на жалобы населения начала проверку Котласская межрайонная прокуратура. В связи с поступившим коллективным обращением жителей города Котласа проводится проверка в сфере исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, экологического законодательства по вопросу возможного строительства мусороперерабатывающего завода в районе улицы Посадской города Котласа. Пакет документов с подписями против строительства в центре Котласа мусорного завода активисты направили в региональное Министерство природных ресурсов, выполномоченному по правам человека в Общероссийский народный фронт и президенту страны Владимиру Путину. Артемий Заварзин, Елена Кирмич, Алексей Вачик. 7 дней в регионе. Теперь к теме паводка. На этой неделе в области начались ледокольно-взрывные работы. На улице заметно потеплело, поэтому в регионе закрыто уже 118 переправ. Из них 101 транспортная и 17 пешеходных. До сих пор работают только 20. Из них 5 транспортных, 15 пешеходных, большинство из которых расположены в северных территориях области. Закрытие всех переправ ожидается не позднее третьей декады апреля. Стоит отметить, что в Архангельской области 13 муниципальных образований попадают в зону подтопления или доступ к ним будет отрезан большой водой. Это 165 населенных пунктов, в которых проживает 58 тысяч человек. О том, как развивалась ситуация на реках области и как мы ждем ледоход, расскажем прямо сейчас. Специалисты Центра гражданской защиты вышли на лед. В Архангельской области начались ледокольно-взрывные работы. Первые в этом году были проведены на реке Пинниги в районе деревни Нижняя Палинга Холмогорского района. Здесь река делает крутой поворот, поэтому возникают заторы и почти каждый год близлежащие деревни подтапливало. Ледокольные работы проводились с целью ослабления льда, чтобы во время ледохода избежать заторов. Было подорвано порядка 60 зарядов. Общая протяженность линии составляла 600 метров. Все еще помнят, как топило деревни в Котловском и Красноборском районах в прошлом году. Чтобы избежать повторения ситуации, именно там будет проведена основная часть взрывных работ. Специалисты отправятся на юг области 12 апреля. Ситуация на реках меняется каждый день. Погода неустойчивая, поэтому повсеместно закрывают переправы. На особом контроле и мосты. Низководные дорожники разбирают во время ледохода. Они могут стать преградой для прохождения льда. По статистике, из более чем 600 мостов и мостиков в регионе только 28% находятся в хорошем состоянии. На сегодняшний день разобраны мосты. Два моста в Вельском районе, один в Устьянском районе. Работа продолжается. То есть принципиально в зимний период мы на тех мостах, которые могут подвержены разрешению в период ледохода, мы сделали мероприятие по укреплению ледорезов. Также осмотр мостов. Впрочем, большой воды этой весной специалисты не прогнозируют. По их словам, ледоход должен пройти без особых проблем. Пройдет он на невысоких горизонтах. С учетом снегозапасов и на полной воде уровни будут на 50-70 сантиметров ниже. Но если весна будет дружная, то есть процессы пойдут активно, если будут большие осадки, то, возможно, уровни будут выше нормативных на 50-100 сантиметров. Готовятся к ледоходу и островные территории. Все службы в один голос уверяют – к временной потере связи с Большой землей острова готовы. В нами сегодня с органами местного самоправления сформированы рабочие группы, которые будут отслеживать ситуацию. В случае необходимости наше население, конечно, не останется без товаров первой необходимости и, соответственно, без продовольствия и продуктов питания. На период ледохода и паводка в магазинах населенных пунктов в зоне подтопления создан запас продовольствия и товаров первой необходимости на 30 суток в отдаленных районах, таких как Мизенский или Шуконский, на 60. Доставлять продовольствие туда будут и воздушным путем. По прогнозам синоптиков, вскрытие Северной Двины на юге области ожидается в конце второй декады апреля. Если погода будет очень теплой, то существует риск одновременного развития половодия на Двине и Вычигде. Ликвидировать ЧАЭС готовы около 70 оперативных бригад. При необходимости будет задействовано почти три сотни единиц техники. Алексей Шемякин. Семь дней в регионе. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 637-717. Ну а как готовиться к ледоходу Архангельск, спросим у заместителя главы областного центра по городскому хозяйству Виталия Акишина. Виталий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро, уважаемые телескопы. Ну давайте расскажем, в чем особенности паводка 2017 именно в Архангельске, в областном центре. Хотелось бы начать с того, что для города характерно прохождение ледохода в первых числах мая месяца. Уровень, который обычно прогнозируется и который средний проходит ледоход, составляет 285 сантиметров по водомерному возлу в Соломбале. Это много? Это средний уровень, который, в принципе, не вызывает особых проблем. Проблемы начинаются при уровне больше 300 сантиметров. В этом году, в соответствии с теми прогнозными данными, которые потом предоставлены со стороны ученого сообщества, Росгидромета, ледоход будет проходить в третьей декаде апреля. То есть раньше? Да, то есть чуть раньше. И уровень воды, уровень подъема воды будет составлять 270 сантиметров. Но это пока прогнозы, да, погода, как мы знаем, на севере все-таки малопредсказуема. А какие меры уже вот такого примитивного характера запущены? И как будут развиваться события по мере приближения головы ледохода? На сегодня уже в городе создана оперативная группа, в состав которой вошли как представители всех подразделений администрации города, так и представители МЧС России, Архричпорта, Морского порта, организации города, которые задействованы в подготовке к ледоходу и паводковой ситуации. В рамках работы данной группы рассматриваются вопросы, связанные с приближением ледохода, его прохождением в черте города. Рассматриваются вопросы, связанные с выполнением предприятиями и организациями тех мероприятий, которые запланированы в целях смягчения рисков прохождения ледохода и паводка. А также проводится работа по взаимодействию со всеми дежурно-диспетчерскими службами, со всеми подразделениями города в целях избежания червячайных ситуаций. Просчитываете какие-то ЧАЭС возможные? Конечно же, то есть все возможные ЧАЭС при ледоходе они просчитываются, просчитываются с соответствующими специалистами, есть методики, поэтому да, это все просчитывается и прогнозируются те мероприятия, которые необходимо выполнять для избежания ЧАЭС. Как будет налажено транспортное сообщение? Прежде всего, я имею в виду островные территории, коих у нас немало, да? Завезено ли туда продовольствие, завезены ли медикаменты? В случае экстренных ситуаций, что мы будем делать? Смотрите, во-первых, в рамках подготовки уже сегодня проводятся работы по чистке дренажной ливневой системы, подготовке ее работоспособности. Проводятся работы с прогнозированной поставкой предметов первой необходимости, лекарственных средств, продовольственных товаров на островные территории наши, которые в большей степени подпадают под риск потоплений. Кроме того, всеми энергетическими службами созданы необходимые запасы материально-технических ресурсов для своевременного быстрого устранения аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в период поводка. Созданы запасы топлива на всех котельных, поэтому в этом плане работа проводится таким образом. При приближении головы ледохода к городу Архангельску планируется проводение работ по спуску льда из акватории порта Архангельск. Будут работать три ледокола. Кроме того, будет проведена очистка всех причальных сооружений и организация буксирных перевозок. Буксирные перевозки, они у нас, как и предыдущие годы, будут производиться по четырем переправам. Это Архангельск-Кегостров, Соломбала-Хабарка, 14-й лесозавод МЛП, 22-й, 23-й лесозавод. То есть традиционно? Традиционно. Единственный вопрос, связанный с переправой на Реушингу, в настоящий момент по данной переправе проводятся переговоры с правительством области. И как в предыдущий год, мы планируем задействовать для перевозки людей и продуктов необходимых аэросани. Понятно. Ну и Виталий Сергеевич, какие-то контакты оперативных служб на всякий случай? Может быть, есть какой-то единый телефон? В случае опасности любой гражданин, любой горожанин может обратиться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы городского центра гражданской защиты. Телефон 420-112. Либо по любому телефону службы спасения, это стационарные номера 01-02-03, с мобильного телефона 112-911. И помощь придет? Помощь обязательно придет. К ледоходу, в общем, готовимся? В обязательном порядке ждем, готовимся и принимаем все необходимые меры. Заместитель главы областного центра по городскому хозяйству Виталий Акишин был сегодня у нас в гостях. Мы продолжаем программу. Регион должен измениться практически до неузнаваемости. Таков главный посыл программы ЖКХ и городская среда. Она уже стартовала. Проект будет реализован за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Для областного центра, например, сумма, которую направят на благоустройство дворов, парков и скверов, составит 102 миллиона рублей. Самое главное теперь требуется активное соучастие горожан, которые должны предложить, что ремонтировать и благоустраивать, чем окружить себя, чтобы жить в более комфортных условиях. В продолжении темы репортаж Вадима Федосеева. Гордость и краса Архангельска. Пешеходная улица Чумбарова-Лучинского. Благодаря проекту ЖКХ и городская среда появилась возможность перелицевать ее. Здесь выложат новую брусчатку, высадят вечно зеленый можжевельник и тую, установят малые архитектурные формы. Детский комплекс, площадку для выступления музыкантов, откроют литературный сквер. По сути, это такие ремонтные, косметические, можно сказать, работы. Плюс внедрение, добавление новых архитектурных малых форм. Скамьи, стенды информационные и прочее. Пока проект благоустройства Чумбаровки не утвержден. Сделать это хотят с учетом пожеланий жителей города. Как выяснилось, людям есть что сказать. Надо, чтобы ремонт сделали. Очень много деревянных домов, которые вроде как составляют историческую ценность города, но в то же время они кривые, косые, грязные, неухоженные. То есть, вот это мне не нравится. Все хочется. И фонтан, и какие-нибудь скульптуры, и детские площадки. Всего хочется хорошего. Не хватает зелени, красоты, свежести. Вот так вот. Заслуженный художник России Сергей Сюхин, автор скульптур, придающих особый колорит Чумбаровки, тоже готов внести в проект благоустройства Архангельского Арбата свои предложения. В Архангельске, на мой взгляд, не хватает ангелов. Ну, город Архангелов и ни одного ангела. Неоднократно я уже подходил к решению этой задачи, уже вот-вот думал, что удастся все это сделать. Но пока какие-то злые силы останавливают. Второе направление программы ЖКХ и городская среда – дворы. Благоустраивать их можно в режиме экономии или в люкс-варианте. Так, установка скамеек, урн, обеспечение уличного освещения и нормального состояния внутридворовых проездов – обязательный минимум, который входит в основной перечень работ. Жители на них не потратят ни копейки. Но если захочется чего-то большего, например, разбить места для парковок и клумбы, поставить детские городки, тогда готовьте деньги. Такое благоустройство будет возможно только при софинансировании собственников жилья. А на дополнительный перечень работ – это игровые площадки, песочницы, еще какие-то элементы благоустройства – обязательное требование – либо долевое финансирование, либо трудовое участие. В любом случае, по каждому двору потребуется дизайн-проект, хотя бы самый простейший, с пожеланиями того, что вы хотите видеть у себя во дворе, и указаниями о том, чего не хотите. Принимать решения придется на общих собраниях жильцов. Чтобы реализовать программу ЖКХ и городская среда, власти рассчитывают на активную позицию горожан. Онлайн-обсуждение проекта благоустройства Чумбаровки будет открыто на сайте администрации. А в департаменте городского хозяйства ждут дизайн-проекты по обустройству дворов. Вадим Федосеев, Денис Линчевский, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. Программу «Городская среда» обсуждали на съезде партии «Единая Россия». И тогда, как пример, приводили Казань. Там этот проект уже реализуется несколько лет. Депутат Архангельского областного собрания Виктор Заря, который был в Казани, готов нам рассказать, чему он там удивился. Сегодня Виктор Николаевич у нас в студии. Доброе утро, Виктор Николаевич. Добрый день, Алексей. Ну, расскажите, как там в Казани? Ну, вы знаете, двойственное чувство. Во-первых, потому что действительно Казань – это прекрасный город. Мы посмотрели, удивились, как возможно действительно вести хозяйство, как возможно сделать такую красоту. И как вообще-то происходило. Потому что, конечно, для нас это было удивление, что человек может это сделать. Ну, все-таки действительно неограниченные возможности. Ну, а второе чувство, что почему у нас так все-таки нет? Почему у нас так плохо? Ну, не все плохо, но вот именно вот не до такой же степени. Неуютно. Да, неуютно. Поэтому действительно этот форум дал очень много. Почему? Потому что вот я являюсь куратором этой программы, очень важной программы. Поэтому и сейчас, конечно, хотелось бы хотя бы толику какую-то маленькую частичку вот этой красоты, вот это действительно перенести все-таки на наш любимый красивый город. И чтобы действительно мы могли тоже и самих жителей Казани приглашать и показывать им тоже. А насколько корректно сегодня вообще сравнивать Архангельск и Казань? Ведь в 2013 году, 2013, когда в Казани была универсиада, то даже многомиллионные просто вливания были. Ну, вы знаете, конечно, не сравнить те средства, которые все-таки получает Казань, да, все-таки и местоположение другое намного удобнее. Но я считаю, что все-таки было бы воля, было бы желание и у наших руководителей. Я не беру сейчас вот нынешних, да, хозяев нашего города. Ну, так, это хозяев, там, в переносном смысле слова, все-таки, это администрация города Архангельска. Понимаете, если бы мы вот так вот, каждый беспокоился, каждый переживал, каждый думал о том, что это же наш город, это же наш двор. Это вот сейчас программа вот проходит, вот начинает уже действительно осуществляться, начинается голосование. Вы знаете, как тяжело, потому что тяжело донести до людей о том, что они должны быть участны, они должны быть причастны к этой работе. Потому что все думают, вот дайте нам, сделайте нам, а мы будем смотреть, ходить и этим заниматься. Ну, так ведь не делается. Тут еще есть и вторая сторона. Ведь десятилетиями никто горожан не спрашивал ни о чем. Ну, с одной стороны, вы правы, потому что нет, спрашивать-то спрашивали, вроде бы выслушивали, да, но делать не делали. Делали по-своему. И поэтому вот эта вот программа, которая сейчас вот все-таки благодаря фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, вот впервые, вы правильно отметили, что впервые мы обратили внимание на городскую среду, то есть на наши дворы и тоже и время места общего пользования. Это очень здорово. А с чего нужно начинать, по вашему мнению? Вы знаете, надо начинать… Помимо того, что убедить людей, что от них все зависит. Нужно начинать, как всегда, с проектов, с проектирования. Почему? Потому что мы же не можем… Вот сейчас, конечно, сейчас предложений от людей очень много. Я понимаю их, все хочется все сделать. Вот как я слышал от выступлений женщины «Я хочу фонтан». Второе. Конечно, это все обсуждение. Во-первых, надо дать людям высказаться. То есть люди выскажутся все-таки. Они какое-то есть рациональное зерно, какое-то есть предложение разумное. Дальше уже начинают работать специалисты, для того, чтобы это все обсудить, посмотреть. Потому что не везде же можем мы тот же фонтан сделать и поставить какую-то площадку, если там коммуникация находится. Дальше это все людям объяснить, постараться. Вот диалог должен быть… Все в диалоге. Если мы выслушаем просто людей, возьмем их предложение и сделаем по-своему, это тоже будет неправильно. Потому что программа именно и основана на том, что мы должны все обсуждать с людьми. Вот именно чтобы… Вот эти предложения, которые от них… И постараться совместить их предложения с возможностями. Поэтому вот надо начинать с этого. Ну, а дальше уже начинать надо работать. Потому что одно дело говорить, а второе дело работать. Потому что ведь много всегда хороших идей. И нам всегда ведь много денег дают. Не только нам, я имею в виду всей России. И вот то же самое переселение из Ветхого фонда, потому что из Аварийного фонда. Потому что действительно денег много. А как программа она реализуется? Отвратительно. Потому что дальше уже должны прийти специалисты. То же самое и здесь. Но необходимо должны прийти специалисты и сделать уже так красиво, чтобы люди все ахнули и сказали «да, как в Казани». А я вот стою и думаю, не получится из этого диалога с людьми, когда мы их будем слушать, когда власти их будут слушать, такого легкого заигрывания, что ли? Не перерастет ли это в заигрывания? Ну, вы знаете, вот заиграться тут не удастся, потому что чем дальше мы будем играть, я сказал, что время уже затягивается. Вы имеете в виду, что мы должны просто якобы их выслушать и соглашаться с ними? Да? Или в том, может быть, да? Нет. Я думаю, этого не будет, потому что... Ну, если действительно люди не поймут нас, да? Вот они должны понять о том, что мы хотим, что они хотят. Вот самое важное вот это вот, чтобы нашли мы. Взаимопонимание. Да, взаимопонимание. Это очень важно. Ну, и опять же будет... Кстати, хочется отметить, что программа до 2022 года. 2017 год, вот год такой вот, он экспериментальный, что ли, да, год пробный, когда мы поймем, когда мы увидим, с чего начинать. Конечно, тяжело будет. Исполнить программу будет тяжело, потому что... Не менее, на пробный год 102 миллиона. Да. Вот в Казани, вот у меня книжечка есть такая, смотрите, в общественной пространстве Республики Казань, да? Вот здесь, вот здесь у них... То, что они сделали за два года. За два года они построили 183 парка и сквера. Представляете? За два года. А цены... Там даже вот... Вот если один проект взять, допустим, населенный пункт, 4000 человек, а парк сделан рядом в этом населенном пункте на 180 миллионов рублей, вы можете представить, какие суммы вот именно заложены в Казани, да? Ну, конечно, там немножко другие деньги, все-таки они же... Это мы, дотационные регионы, они же все-таки доноры, они, наоборот, деньги дают нам. Но, тем не менее, программа заработала, программа есть, деньги появились, давайте начинать работать. Да, деньги есть, я думаю, что все-таки мы сумеем. Чтобы только... Самое главное, чтобы потом не мешали. Вот когда начинается работа, вот чтобы наши жители проверять-то, да, помогать, да, но только не мешали. Иначе начинается, что вы не там строите, вы не там ставите, давай будем писать жалобы. Вот это самое важное. Вот самое главное, чтобы, я еще раз повторяю, взаимопонимание, и чтобы мы все любили свой город. Вот взаимопонимание, любовь города, допустим, будет сегодняшней такой своеобразной отправной точкой. Да, тем более, такой хороший день, воскресенье. Праздник. Кстати, с праздником вас сверху на воскресенье. Я тоже поздравляю всех наших жителей. Депутат областного собрания Виктор Заря был сегодня у нас с утра в гостях. Мы продолжаем. Теперь к теме Арктики. Она всегда будет предметом нашего пристального внимания, не только потому, что отныне раз в два года именно в Архангельске будет проходить Арктический форум. Северные территории, предмет изучения ученых, кладезь полезных ископаемых и перспективное направление для развития туризма. Немногим удается побывать в северных широтах. Вот мне, например, повезло. Я был и на земле Франца Иосифа, и на Новой земле, но не очень долго. Но поверьте, влюбить в себя те места могут буквально за несколько часов. Как влюбился в Арктику заслуженный работник культуры, член Союза писателей, член Союза журналистов России Виктор Толкачев. Мне хотелось бы, чтобы Арктика стала доступной для жителей Архангельской области. Особенно, кто хочет там бывать. Художники. Со времен Тыковылки и Писахова там еще некоторые художники. Там художники не бывали, их не пускали. Журналистов не пускают. То есть, чтобы они сегодня на красоты там могли полюбоваться. Ученым, орнитологом. То, что ходит плавучий университет, он не заходит на Новую землю. И он обхаживает ее. Туда, оказывается, нельзя, там военные. Он все туда, к земле Франца Иосифа. И иногда они даже получаются роскошными прогулками туристическими. А исследования, я говорю о Новой земле, до сих пор Новой земли нет. А эта площадка для САФУ, для университетского там нахождения на Новой земле, подготовленная к промышленному освоению, колоссальное месторождение уникальных полиметаллических руд, свинца, серебра, и в основном там, да, свинец, серебро, еще какая там руда, Павловское месторождение. Мы о нем знали тогда, еще нельзя было публиковать. Новая земля по запасам прессанной воды, она сродни Байкалу. Это стратегический запас. И он находится в Архангельской области. Власть Архангельской области должна дорожить Новой землей, присутствием своим там, вот в этом арктическом диалоге. Если каждое выступление, ну это, конечно, идеал, но я так... Если каждое выступление, каждая тема будет начинать, начинать, вот на любую тему, экономическое, экологическое, политическое, будет начинать и заканчиваться вниманием к человеку, к людям, они работают во всех этих сферах, и с предложениями, как сделать комфортную работу, достойный заработок, и вот к людям, которые там не бывали, только все время на мозге, красота, невероятная, чтобы могли побывать, чтобы доступность Новой земли, архипелага Новой земли. Ну, для доказательства того, что Арктика становится все притягательной, туда стремятся все больше туристов, обратимся к статистике. В 2016 году там побывало 954 туриста. Годом ранее нацпарк принял 1225 посетителей. В 2014 году 738 туристов. За три года численность составила 2217 человек. За сезон прошлого года территорию Национального парка посетили представители 40 стран, причем состав постоянно обновляется. Впервые за пять лет в Арктике побывали граждане Доминиканы, Эстонии, Фиджи, Кыргызстана, Ливана, Филиппин, Португалии, Саудовской Аравии, Таиланда и Ирана. Всего же за пять лет территорию нацпарка Русская Арктика посетили представители 68 государств. Туристов из России пока очень мало, порядка 5%. Ну и что касается гендерного признака, то доля представительниц прекрасного пола, что побывали в Арктике, составила в 2016 году 50%. Это на 5% больше, чем года ранее. Среди арктических туристов преобладает возрастная группа от 50 до 70 лет, хотя в прошлом году она немножко уже сдвинулась и составляет от 31 года до 50 лет. Исполняющий обязанности директора национального парка Русская Арктика Александр Кириллов сегодня у нас в студии. Александр Георгиевич, доброе утро. Доброе утро. С праздником вас тоже, с верным воскресеньем. Пусть все у вас будет хорошо. Скажите мне, насколько Арктика становится с каждым годом все ближе и ближе? Арктика на самом деле становится ближе, потому что ледовая кромка отходит у нас. Есть период навигации в Арктике для судов, она более доступна, становится можно более безопасно плавать. В этом году у нас есть заявки уже и от яхтсменов на посещение Арктики, на яхтах проведения и парусных регат по территории Арктики, земля, французь. Поэтому Арктика очень близка. А вообще много заявок в этом году на посещение судов и так далее? Заявки есть. Заявки больше, чем в этом году. Это традиционно... Чем в 16-м. Простите, чем в 16-м году. На один судозаход больше у нас. У нас будет организовано с архипелага Шпицберген до архипелага земли Франца Иосифа уже три рейса. Вы сопровождали президента России Владимира Путина во время его недавнего визита на землю Франца Иосифа. О чем говорили? Обо всем. Если честно. Я Владимиру Владимировичу рассказывал об истории архипелага, о истории острова, о том, чем занимается парк, какое видение парка на будущее, как парк планирует организовать работу и в том числе по развитию туризма в Арктике. Какова реакция? Реакция у Владимира Владимировича была крайне положительной. Он поддержал деятельность парка, поддержал перспективы парка, посветовал парку, дал пару новых идей, о чем он даже упоминал. Но в целом он отнесся положительно и пожелал удачи в совершении дел. Какую оценку он дал, увидев, как убирается арк, как на островах проходит уборка? Оценка была его очень даже положительной. Он внимательно выслушал доклад про ликвидацию накопленного экологического ущерба, рассмотрел на интерактивной карте, где проводились работы на других островах. Он видел работы в 2010 году, что было на острове земли Александра, что сейчас есть, где ведутся работы по строительству воинских частей на острове земли Александра. Также работы на других пяти островах земли Французьево, пострадавших. Мы ему показали примеры до, после. Он у нас это поддержал, сказал, что мы молодцы, справились с поставленной задачей. Нам необходимо продолжать эту работу в будущем. И в 2017 году мы продолжим работы по ликвидации накопленного экологического ущерба. Возвращаясь к туристической теме, как сегодня и за счет чего, чем привлечь больший поток туристов на арктические острова? Ну, за всю историю парка нас уже посетило более 5,5 тысяч человек. Привлекать можно только лишь красотой нашей природы и ее необустроенность. Потому что конкурентов той части туризма, которую мы можем предложить в Арктике, в Западной Арктике, которая более легко доступна, чем восточная часть Русской Арктики. Это именно как раз ее красота и необустроенность. Потому что если взять тот же самый остров, остров, острова Шпицберген, они уже, там поселки, там промышленная инфраструктура, там дороги, они уже застроены, и нет уже той первозданной красоты Арктики. То есть малоинтересно. Она малая. Она малая. Интересно как раз в отличие от Русской Арктики, от земли Французьма, или же новой земли северной, оконечности расположенной над парком, как раз вот ее недоступность, ее трудная доступность, ее необустроенность, ее первозданная красота, где можно посмотреть, как именно природа выглядит, в нетронном виде, как она сохраняется, как она изучается. Вот как раз это и является притягательным для туристов. А почему сегодня такой малый поток русских туристов, а в основном западные страны, это потому что дорого очень? Ну стоимость билета в Арктику, она на самом деле высока. И как раз одно из наших предложений, которое я рассказывал Владимиру Владимировичу, это было по уменьшению стоимости доставки туриста в Арктику, как раз используете авиационное сообщение между Архангельском и землей Франции Иосифов. Он Владимирович ответил что-то здравое, что-то здравое предложение, его стоит рассмотреть более углубленно уже. То есть он галочку поставил, можно начинать работать в этом направлении, да? Да. Ну и кратко, если говорить, перспектива на этот год, чего ожидаете, чего бояться может быть нового? Мы ожидаем больше, чем в 2015 году, то есть около 1300 человек, чтобы посетить архипелагу земля Французова. Ну и ожидаем работы по организации туристических рейсов, дополнительных рейсов, может быть регаты на архипелаге, наше заповедное. Спасибо большое, что пришли. Сегодня рассказали к нам в студию. Исполняющий обязанности директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилл был сегодня с утра у нас в гостях. Сегодня все мы отмечаем вербное воскресенье. До светлого праздника Пасхи остается всего неделя. Верующие ждут и надеются на новые благодати. Сегодня в храмах Архангельска идут праздничные богослужения. С утра в Успенском храме работает мой коллега Артемий Заварзин. Артемий, доброе утро. С праздником вас. Какую картину вы наблюдали сегодня? С каким настроением прихожане идут в храм? Алексей, доброе утро. Вас и всех наших зрителей поздравляю с этим замечательным и светлым праздником. Другое его название, как вы знаете, «Вход Господень в Иерусалим». Произошло это после того, как Иисус провел воскрешение Лазаря. Вербное воскресенье наступает за семь дней до праздника Пасхи. Горожане сегодня с самого утра спешили в храмы. Кто-то даже после ночного бдения в церкви находил в себе силы подождать начало утренней службы. С собой люди по традиции приносили веточки вербы и освящали их. Какими чувствами? С радостными. Ходили в церковь с мамой. Вот так, не знаю. Традиция. Службы сегодня утром прошли во всех храмах Архангельской епархии. Хотя для многих это просто народная традиция и дань, наступившей весне. Но смысл праздника гораздо глубже. Мы должны больше переносить Господу нашему не те ветви, а наши добродетели, которые мы сможем и смогли приобрести за этот Великий Пост. Это наше изменение нашей души, преображение нашей души. Вот чтобы мы все вместе с вами смогли встретить праздник Пасхи и почувствовать благодать, которая дает нам этот праздник и счастье. С праздником связано много старинных традиций. Например, утром, перед тем, как пойти в церковь, бить веточкой вербы своих близких и детей, при этом приговаривая. Верба хлест, бей до слез, не я бью, верба бьет, будь здоров, как верба. Чего я всем вам и желаю. Алексей. Спасибо, Артемий. Мы тоже вам желаем всего самого хорошего. Мой коллега Артемий Заварзин работает в Успенском храме и слушает, что думает по поводу сегодняшнего праздника прихожане. Ну, а на студии руководитель паломнического отдела Архангельско-Холмогорской епархии, Архангел Евгения Тарутина. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, с праздником вас. И вас также с праздником. Пусть всё у вас будет хорошо. И в том, прежде всего, деле, что вы недавно возглавили. Вот скажите, почему пришла такая идея создать паломничскую службу? Ну, эта идея пришла не мне, а митрополиту. За его пресвященство я, конечно, говорить не могу, но могу предположить. У нас столько святынь на севере, в России, святые источники, монастыри, которые, в общем-то, нужно посещать, где люди каются, куда люди ездят каются, причащаться, значит, очищаются и очищаются духовно, а значит, и телесно. Что уже успели сделать? Куда успели съездить? Что посмотреть? За столь непродолжительное время? Да, да. Несмотря на то, что мы такой очень короткий срок работаем, мы посетили храмы и святыни севера. Это родина Иоанна Кронштадтского Суру, Артемий Веркальский монастырь, Антонио-Осийский монастырь, холма Горы. И более далекие – это Дивеево, Арзамас, Муром. А вот среди тех, кто ездит, что это за люди? Больше мужчин, женщин? Какого возраста? Каких профессий? Много ли детей? Абсолютно разного статуса. Дети ездят с родителями, родители с инвалидами тоже ездят, на что у нас определенные идут условия. Ездят, что касается профессий, ездят и военные, и учителя, и творческие люди абсолютно разного статуса. И возраста. И возраста, возраста, да. Возраст у нас собирались вообще от 37-го года и до детского возраста. Младенчество буквально-таки, да? А насколько сложно сегодня организовать поездки? Ведь, как я так вот помогаю, по большому счету вам никто не помогает, да? Ну, по большому счету нет. Но мы всегда чувствуем помощь самих паломников. Они помогают нам тем, что вообще ездят. Дальше помогают с рекламой, которую мы... А нас очень мало знают люди. Вот. В первую очередь, они помогают из ушка в ушко, сарафанное радио. Где-то объявления повесят наши. Конечно, приходится нелегко, но мы стараемся. Держимся, да? Держимся, да. Потому что это дело благое, а благое дело всегда нелегко идет. Ну вот скажите, куда обращаться, куда людям приходить? Может быть, звонить по какому-то телефону? Да. Звонить по телефону 8-911-500... 9-11-500-658-98-22. По адресу Ломоносова, 81, кабинет 308. Ломоносова, 81, это у нас торговый центр морской. Это торговый центр морской, да. Перекресток Ломоносова-Воучейского. И давайте еще раз повторим. Телефон 911-658-98-22. Совершенно верно. Плюс у вас есть группа своя Архангела ВКонтакте, да? Да, есть группа ВКонтакте. Паломнический отдел Эпархии, Архангел. Дальше сайт у нас сейчас открывается. Мы на отдельный сайт паломнического отдела, Архангел. И на сайте Епархии. Вот если я бы это хотел сказать, в принципе, если обратиться в Епархию, да, то там обязательно направят. Подскажут, куда обратиться и так далее. На сайте Епархии есть и телефон, и можно обратиться прям звонком в Епархию, секретарю, если люди нигде не могут найти нашего телефона. Вот. Хотя он везде есть. Евгения, ну и чтобы привлечь людей, скажите вот ближайшие планы. Куда собираетесь? Ну, ближайший план. Запланирована поездка на Пасху в Антонио-Вассийский монастырь. Это 15-го выезжаем, 16-го обратно. С 25-го по 30-е апреля поездка в Дивеево-Арзамас-Муром. С 20-го по 3-е мая на праздник преподобного Александра Ошивенского, это под Каргополем. С 19-го по 23-е мая Оптино-Пустынь. С 25-го по 30-е мая Дивеево. С 1-го по 9-е июня это Великорецкий крестный ход. И в первой половине июня, и даты еще не установлены, едем в Верхотуре-Екатеринбург. То есть такая география-то уже расширяется. Да, да. Но сейчас лето, ездить уже легче, проще. Зимой было и холодно, и скользко. И несмотря на это, мы уже неоднократно ездили. Да, много где побывали. Да, да. В Веркале мы были уже два раза. Но сейчас уже в половоде, туда не попадешь. Но зато у вас география вон намечается, и планы тоже большие. Евгения, я желаю, чтобы все планы у вас обязательно свершили, что называется, с Божьей помощью. Спасибо, Господи. Спасибо большое. Руководитель паломнического отдела Архангельской и Холмогорской епархии Архангел Евгения Тарутина была сегодня у нас в гостях. И еще об одном событии хочется рассказать сегодня, которое случилось в дни проведения Арктического форума. У наших подопечных тройняшек Григорьевых наступил день рождения. Варе, Свете и Оле исполнилось 9 лет. Мы уже рассказывали историю этой архангельской семьи. Трех девчонок воспитывают мама и бабушка. Несмотря на скромное финансовое положение, Григорьевы удивляют нас своим оптимизмом, добротой и любовью друг к другу. Наша съемочная группа отправилась поздравлять тройняшек. Вместе с нами административный директор АЦБК Ольга Савина. Когда-то именно Архангельский ЦБК подарил девчонкам первые коляски. На новый 2017 год руководитель предприятия лично вручил маме сертификаты на покупку трех спальных диванов. От Архангельского ЦБК лично Владимира Ярославовича Крупчака вам маленькие радости. Спасибо. Спасибо. Ура! В пакетах долгожданные куклы – героини известного мультика. У каждой из тройняшек свой любимый персонаж. На самом деле это был целый квест по городу. От магазина к магазину пришлось искать. Узнала очень много нового. Оказывается, что это не просто куклы. Это еще в прошлом волшебные пони. Поэтому мы вместе с продавцами преодолели этот квест. Нашли самый новый, последний выпуск. И девчонкам сегодня их привезли. И напоследок наше традиционное интервью на троих. Простой вопрос. А что вы загадали, задувая свечи на праздничном торте? И снова тройняшки удивили. В мечтах у них не айфоны и планшеты, что было бы вполне ожидаемо от детей их возраста. Девчонки размышляют о более важных и глубоких материях. Я пожелала, чтобы мир был счастливым и радостным. Анна Кравцова, Ирина Ившина, Александр Кузнецов. Семь дней в регионе. Ну что ж, такой мы увидели эту неделю. Если мы вам о чем-то не рассказали, значит, этого события еще не произошло. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делали эту программу. Я еще раз поздравляю всех вас с праздником. Будьте счастливы и будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!